Приветствую вас. Не все в вашем сообщении мне понятно. Каких-то предположений делать я бы тоже не хотел, дабы не обидеть вас и не задеться. Все я могу сказать по факту. Своему мужу вы можете помочь только тем, что снизить уровень его уставаемости. Его усталости. Потому что действительно либидо связано с физическим истощением человека. И если у него назовет проблемы с этим, когда он стал работать больше, то, соответственно, для начала просто нужно освоить релаксацию, больше отдыхать, может быть, съездить на оздоровительный какой-нибудь курорт, комплекс, пройти курс реабилитации, того и с точки курса оздоровления, общий такой оздоровительный комплекс. И, собственно, это очень здорово может помочь вашему мужу. Дальше. Почему он на работе уставал меньше, а сейчас больше? Тоже момент. Вы пишите, что сам мужчина психовку идти не хочет. Конечно, это плохо. Но, тем не менее, негативный опыт был. А вот, ну, вообще-то, очень интересно, какой именно негативный опыт был у мужчины. То есть, в чем этот негативный опыт проявлялся? Ему что, не помогли? Сделали хуже или что? Тут тоже нужно разобраться, вы об этом не говорите. А дальше, что касается, значит, самооценки. Ну, да, и проблем. Проблем с ребенком. По первому браку. Почему проблемы? Откуда они взялись? Почему раньше это не было? Не было проблемы. А сейчас проблема. В каком момент, момент вообще говоря, это стало проблемой для мужа? Давайте попробуем это определить. Давайте попробуем это выявить. Если у вас получится это сделать, вот вам и помощь вашему мужу. Самая лучшая помощь, которую вы можете сделать. Поверьте мне. Помочь ему увидеть, с какого момента все пошло наперекосяк. И вот это вот, как раз таки и будет для него самым лучшим, что вы можете реально и по такту для него сделать. Помочь увидеть ему проблему, которую он в силу ряда причин сам не видит. И тогда вам будет гораздо легче, проще с ним, я думаю, жить. Потому что, ну, я представляю, я могу представить, насколько тяжело у вас живет сейчас, когда у мужа кризис, и он не понимает и не знает, что делать и как это все разрешить. Понимаю вас очень хорошо и думаю, что вот это то, что вы можете сделать по факту. В остальном, что касается бытовых проблем, то здесь нужно опять же понять, что именно мужчины разрушают в бытовых этих самых проблемах, чтобы помочь ему их разрешить. Ну, то есть, как разрешить? Понятно, что все проблемы-то вы сразу не решите, безусловно. Но какие-то моменты, какие-то отдельные аспекты, ну, проработать вполне можно, мне кажется. И вот это именно то, что он в ваших силах сделать, кстати говоря, совершенно без психолога, лишь только своими собственными силами. Дальше, что касается его самооценки. Мужчина говорит, что он недостаточно привлекательный для других женщин. А что нужно, по его мнению, для того, чтобы быть привлекательным? Ну, каким он должен быть, вот он сам для себя называет какие-то критерии, каким он должен быть, чего ему не хватает? Вы попытаетесь донести до него, что дело-то совсем не во внешности, на самом деле. Вы попытаетесь до него донести, что дело в том, как человек сам себя позиционирует. Вот как человек к себе относится, так и его видят друг к другим. И, соответственно, что мужчине нужно для повышения самооценки? Что ему не хватает для повышения самооценки? Вот с этим вот и желательно разобраться. И если разберетесь, то я не думаю, что у вас будут какие-то проблемы. Понятно, что дело здесь не во внешности. Понятно, что дело здесь не в каком-то внешнем поведении. Понятно, что дело здесь, по-большому счету, дело здесь в комплексе. То есть именно это комплекс совокупности. И мужчине нужно этот комплекс разбивать, ну, как обычно делать с комплексом, разбивать его. И вам в этом нужно помочь. А для этого нужно определить, что мужчине не хватает. Не хватает именно для того, чтобы чувствовать себя на коне, для того, чтобы чувствовать себя мужественным, ну и так далее. И помочь ему в этом можете, ну, только вы действительно, как самый близкий человек, к которому он доверяет. Ну, а что касается психолога, то здесь, на мой взгляд, ситуация заключается в том, что, опять-таки, опять же, точнее, с вами нужно разбираться в том, ну, то есть сперва с вами, а потом, может быть, и с ним можно разбираться. А почему, по как бы причине, был негативный опыт у него работы именно с психологом и что, собственно говоря, на него так плохо повлияло. Это первый момент. И второй момент, не менее важный, на мой взгляд, заключается в том, что вашему мужу дают какие-то лекарства по, ну, по рекомендации психиатра. И вот это то, что вообще не очень понятно. У него что, какая-то психиатрическая болезнь, у него что, какое-то психическое заболевание? Если так, то почему мы об этом не сказали? Какое мы назначим на лекарство? Сами по себе лекарства не помогут, потому что они лишь созданы как средство, а обманная помощь – это терапевтическая работа с человеком. И если вы, например, думаете, что можно будет одними лишь лекарствами ситуацию исправить с вашим мужем, то, простите, к сожалению, вы здесь заблуждаетесь. Если на время приема этих лекарств с мужчиной вашим не работать, именно не работать, то ничего, к сожалению, у вас не выйдет. И улучшения никаких у вашего мужа, естественно, не будет, ибо взяться им не откуда. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что мог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались. Буду рад помочь, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!